Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Не принял оправданий губернатор раскритиковал ФОК, который строят в Сызране. В микрорайоне Волгарь 1 сентября откроется школа на тысячу мест. Ход работ проинспектировал глава Самаря Олег Фурсов. Фальшивый ликвидатор Чернобыльской АЭС в Самаре судят летчика, который незаконно получал пенсию. Вместо качественных вещей подделка. Более 50 тысяч единиц контрафактного товара изъята при попытке ввоза в Россию. Дружба народов во всех направлениях. В самарских ресторанах появились болгарские блюда. Первую в Сызране ледовую арену открыл вратарь сборной России Семен Варламов и губернатор Николай Меркушкин. Глава региона не только осмотрел новый ледовый дворец, но и побывал на стройке, где возводят физкультурно-оздоровительный комплекс. Некоторые проектные решения губернаторы резко раскритиковал. Рабочий визит Николая Меркушкина в Сызране затянулся до позднего вечера и завершился встречей с коллективом драмтеатра. Итоги этого насыщенного дня подвела Валерия Макарова. Здесь есть все для будущих чемпионов. Новая ледовая арена в Сызране отвечает самым строгим современным требованиям. Здесь есть даже специальные залы для тренировок людей с инвалидностью. Юные спортсмены от этой площадки в полном восторге. Строительство уникального для Сызрани спортивного объекта стартовало в мае 2014 года по поручению главы региона Николая Меркушкина. Финансирование велось за счет частных инвестиций. Губернатор неоднократно посещал стройплощадку, следил за качеством работ. И вот сегодня торжественное открытие. Несмотря на будний день, в ледовой арене первый аншлаг. Свободных мест в зале нет. Ключ от ледового дворца. Юным спортсменам города Сызрани. Ваши аплодисменты! Ледовая арена может трансформироваться в зрительный зал. Если за хоккейными баталиями могут наблюдать около 800 болельщиков, то концерт посмотрит уже почти 2500 человек. С открытием дворца Сызранцев поздравил хоккеист сборной России Семен Варламов. Губернатор напомнил, что когда-то Семен Варламов был вынужден уехать из Самары, где не было возможности для полноценных тренировок. Сегодня ситуация со спортивными объектами изменилась кардинально. Дворцов разных. И теперь в том числе в Сызрани есть все возможности для того, чтобы совершенствовать свое мастерство. Несколькими часами ранее глава региона посетил и строящийся в Сызрани физкультурно-оздоровительный комплекс. Его начали возводить в 2014 году. Осмотрев стройплощадку, губернатор высказал свои замечания и пообещал проверить все сметы. Он отметил, что построенный универсальный зал размером 30 на 40 метров не позволяет установить площадку для игр в мини-футбол, а помещение под раздевалки наоборот больше необходимых. Директор управления капитального строительства подобные размеры оправдала утвержденным проектом. В конце дня Николай Меркушкин заглянул в Сызранский драмтеатр. Один из старейших театров Самарской области открыл свои двери в конце зимы после капитальной реконструкции на полгода раньше запланированного срока. Николай Меркушкин лично контролировал ход реконструкции. 5 января глава региона оценил качество работы и сделал ряд замечаний. Сегодня глава области проверил, как строители выполнили поставленные перед ними задачи. В целом губернатор высоко оценил качество работ. В театре уже тоже заметили первые плоды реконструкции. Так на спектаклях зрителей стало почти в два раза больше. Валерия Макарова, события. Накануне визита главы региона в Сызране состоялось открытие нового производства набивки сидений для автомобилей. Благодаря чему появилось 150 новых рабочих мест. Производственный участок был построен за 4 месяца. Общие инвестиции составили более 200 миллионов рублей. Запуск линии позволит предприятию сосредоточить у себя полный цикл производства. До этого набивку для сидений закупали у сторонних поставщиков. Новые производства мощностью 250 тысяч набивок в год сейчас производят сиденья для автомобилей Гранта, Калина и Датсун. В Самаре появится почтовое отделение нового поколения. Операционная система позволит значительно ускорить процесс предоставления услуг. Если сейчас в среднем на одного клиента оператор тратит 13 минут, то в будущем это время планируется сократить до полутора, максимум четырех минут, рассказал губернатору Николаю Меркушкину, директор Почты России Дмитрий Страшнов на рабочей встрече. Клиенты такого отделения могут воспользоваться всем перечнем почтовых и дополнительных услуг. Электронные и денежные переводы, доступ в интернет, оплата коммунальных платежей и услуг связи. Кроме этого, в почтовом отделении будут оказывать и банковские услуги. Кроме отделения нового поколения, в Самаре откроется еще более 700 почтовых пунктов там, где сейчас в связи с оптимизацией закрылись отделения банка. Особенно это касается сел и деревень. Мы тут будем поддерживать, всячески поддерживать, потому что это дойти до людей вниз, услугами, которые сейчас в чем крайне нуждаются люди, в связи с тем, что импозиция у пербанка не самая лучшая в этом отношении. Поэтому мы будем это все поддерживать. Посмотрим, в том числе, может быть, и приводные налогообложения, где можно и так далее. Это, в общем, для того, чтобы можно было эти ресурсы направить на то, чтобы мощнее сеть создавать, которая сработает в будущем, сработает на плюс и на. В микрорайоне Волгарь 1 сентября откроется школа. Строительство здания началось и в декабре прошлого года. Учебное заведение рассчитано на тысячу мест. Как идет строительство, проверил глава города Олег Фурсов. Лариса Шалафаст расскажет. Просторные классы, библиотека, бассейн, актовый зал и большой физкультурный комплекс. Новая школа в микрорайоне Волгарь расположилась на территории в 2,5 гектара. Общая же площадь учебного заведения составит 22 тысячи квадратных метров. Это будет одна из самых современных школ в Самарской области. Сейчас стройка в самом разгаре. Рабочие уже приступили к внутренней отделке. Насколько качественно идет строительство, оценил глава Самары Олег Фурсов. Впервые за последний четверть века две новых школы заложены в городе Самара. Инициатором этих работ выступил губернатор Николай Иванович Меркушкин. Мы видим, что строители взяли на себя повышенные обязательства. Школа будет построена за 11 месяцев. Это в два раза быстрее нормативного срока. И если все сложится хорошо, то в середине августа школа может уже быть представлена для государственной приемки. До конца июня строители обещают завершить покраску фасада здания. А в июле полностью благоустроят территорию вокруг школы. Работают с опережением графика. Конечно же, и темпы увеличиваются, и все. Любые замечания, любые просьбы, которые у нас есть, они выполняются прямо быстренько. Скажем так, что без всяких задержек. Это совместная работа с городом. Новый микрорайон Волгарь рассчитан на 70 тысяч человек. Ранее здесь уже был открыт детский сад. Теперь будет и своя школа. Она примет учеников 1 сентября. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Студенческий переулок в Самаре может стать одной из самых благоустроенных улиц города. Его комплексно отремонтируют уже в этом месяце. Сейчас здесь кладут ротуарную плитку. Уже обновили проезжую часть. Каким студенческий переулок вскоре увидят горожане, расскажет Алина Чемерес. Жители внимательно наблюдают, как тротуар перед их домом преображается. От прежнего покрытия не осталось и следа. Старый слой асфальта сняли, укрепили щебеночное основание. Теперь бережно, словно собирают мозаику, кладут плитку. Новое покрытие абсолютно ровное, без рельефа и перепада уровня. Оно будет удобное для прогулок и для мамочек с колясками. Они здесь частые гости. Рядом находится детский клуб. Осенью, весной было грязно. Лежал очень старый асфальт. Так что с ребенком было проблематично ходить тут пешком. Теперь будет плитка. Думаю, с ребенком будет намного проще, потому что мы планируем сюда и дальше ходить. Нам с Филей нравится. Да, Филя? Да. Тротуарная плитка не только удобная в эксплуатации, но и выглядит красиво. В этом году студенческий переулок отремонтируют комплексно. Оборудуют газоны. Здесь появится специальная решетка, предотвращающая стекание грунта на проезжую часть. Дорогу уже отремонтировали по всем современным стандартам. Почти полностью установлен бордюрный камень. Вскоре обновят разметку, дорожные знаки и светофоры. Также создадут условия для маломобильных граждан. Для удобства маломобильных крупноселения предусмотрено устройство пандусов, устройство тактильной плитки для слабо видящих крупноселения, устройство лестниц. Надо отметить, что до начала производства работ лестницы находились в весьма плачевном состоянии. Сейчас произошло устройство ступеней. Часть работы уже завершена. Ремонт идет с опережением графика. Планируется, что он завершится в мае этого года. Контракт двухлетний. В 2015 году выполнена работа по ремонту проезжей части. В текущем году ведутся работы по ремонту плиточного покрытия и ремонту газонов. По поручению губернатора и главы городского округа Самара оптимизировано устройство плиточного покрытия на территории города. И плиточное покрытие оставлено лишь на территориях, которые будут находиться на гостевом туристическом пешеходном маршруте. Чемпионат мира футбола 2018 года. Гарантия на комплексный ремонт – пять лет. Все дефекты в этот период подрядчик будет устранять за свой счет. Участки, которые в этом году ждет комплексное обновление, есть во всех районах города. Особое внимание улицам, которые входят в туристический маршрут. Сейчас также ремонтируют проспект юных пионеров Ульяновскую-Огибалово. В своей очереди ждут Фрунзе, Лесная, Волжский проспект. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. До пяти лет лишение свободы грозит жителю Самары Евгению Крысько. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном более десяти лет назад. По данным следствия, в 2002 году, выйдя в отставку, а он работал пилотом на ЦСКБ «Прогресс», подсудимый обратился в пенсионный фонд с удостоверением участника ликвидации аварии на Чернобильской АЭС, чтобы получать прибавку. В областном управлении ФСБ уверены, удостоверение мужчина получил по поддельным документам, так как в маршрутной ведомости летчиков указывается путь от Самары до Припяти, дата – май 1986 года. Загвоздка в том, что на работу Крысько устроился лишь в 87-м. Есть и другие факты, говорящие не в его пользу. Самого такого состава летной группы не существовало. Те люди, которые там указаны как пилот, как бортинженер, они были, но не значились в такой пилотной группе. И еще немаловажный факт о том, что в полетной ведомости указан самолет, который на тот момент не совершал данных полетов. Ан-24, так сказано в документах, доставлял груз на аэродром Припяти. Взлетно-посадочная полоса аэродрома, по данным следствия, всего 300 метров. Этому же самолету необходимо как минимум 1200. В итоге втянутыми в аферу оказались несколько человек. На суде это подтвердили свидетели по делу. Евгений Крысько свою вину признал полностью и уже вернул государству порядка 700 тысяч рублей, который в течение 14 лет получал незаконно. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Ожидается, что приговор огласят на следующей неделе. Мобильные телефоны, сумки, одежда. Всего более 50 тысяч единиц контрафактного товара было изъято при попытке его незаконного ввоза в Россию. Груз, который выдавали за фирменные и весьма недешевые вещи, задержали самарские таможенники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ по Оренбургской области. По данным силовиков, везли подделку на двух грузовиках из Казахстана в Москву. Кроме того, в фурах находилось 600 биноклей известного отечественного бренда, которые также оказались поддельными. Возбуждено уголовное дело. Завод нам подтвердил, что данные бинокли сделаны очень похожи на оригинал, но в то же время являются ненастоящими. Таким образом, завод оценил ущерб, нанесенный действиями нарушителей, в сумме более 4,5 миллионов рублей. 30 человек пришлось эвакуировать из дома на улице Клинической в Самаре. Причиной стал пожар в квартире на 10 этаже. Обошлось без жертв. Павел Баймаков оказался на месте ЧП в числе первых. Огонь разгорелся около 7 часов вечера. Горела вот эта, 37-я. Квартира на 10 этаже. Первыми три волны забили соседи сверху. Квартира Аллы Анатольевны как раз над той, что горела. По словам женщины, сначала не поняла, что случилось. Внезапно за окном повалил густой дым, и в комнате резко запахло горю. Открыл занавеску, смотрю на моем окно, у того столб черный. Я поняла, сосед снизу. Я схватила кошку, вон она у соседки в руках. Документы схватили, паспорт. Женщина вызвала пожарных и за считанные секунды спустилась на этаж ниже. Начала стучать в дверь к погорельцам. Несколько минут никто не открывал. Позже сосед все же вышел. Возможно, женщина спасла ему жизнь. Сам мужчина что-то пояснять отказался. Ушел подальше от дома. Горят наши квартиры, только мы, ребят, пока интервью не даем никаких. А что случилось, что-то сгорело? Ничего не горело, ребят, мы просим. Известно, мы не знаем ничего. Мы не дознаватели, это не к нам. Не знаю, меня соседка разбудила. Он не будет так. Говорит, бежим. Я тебе сказала, что... По словам соседей, мужчина злоупотребляет алкоголем и чего-то подобного. От него ждали уже давно. Но выводы делать рано. Точные причины пожара установит экспертиза. Квартира погорельцев сильно пострадала. Огонь захватил площадь в 20 квадратных метров. А у соседей даже через стену закоптились обои. Тяжелых последствий удалось избежать. Обошлось без человеческих жертв. На месте ЧП работали 8 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Депутат Госдумы Александр Хинштейн снялся с предварительного голосования «Единой России». Федеральный оргкомитет партии по проведению праймерис одобрил это решение. Как заявил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, это связано с переходом Хинштейна на работу советником секретаря Генсовета «Единой России» по СМИ. А сейчас коротко о других темах дня. Высокая пожарная опасность четвертого класса ожидается в Самарской области с 19 по 23 мая. Жителей просят соблюдать меры безопасности, ограничить въезд и пребывание в лесах, не применять пиротехнику, ни в коем случае не разжигать костров и не сжигать мусор. При возникновении пожара необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01 или 112. В Самарской области продолжается обеспечение жильем ветеранам Великой Отечественной войны. На эти цели из федерального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. На эти деньги квартиры приобретут для 181 человека. На сегодня жилье получили 149 ветеранов. Еще у четырех документы в стадии оформления. Найдено тело мужчины, пропавшего два года назад. Труп заметил рыбаку в водоеме под Тольятти. Погибшего принесло к берегу волной. На нем был надет гидрокостюм для дайвинга. На место происшествия прибыли полицейские. Они-то и выяснили, что мужчина умер около двух лет назад. Все это время он находился в розыске. Ученые Самарского национального исследовательского университета, ранее СГАО, разработали новый метод ранней диагностики онкозаболеваний. Он основан на гиперспектральном анализе тканей организма. Для обнаружения онкологии обычно используют УЗИ, рентгеновскую или компьютерную томографию. Но эти методы имеют свои ограничения из-за точности результатов и по безопасности применения. Новый метод, уверены ученые, безопасен. Самара вошла в топ-15 городов России, популярных для летних путешествий. Бронирование летних поездок в России выросли на четверть по сравнению с прошлым летом. На четыре внутрироссийские поездки сейчас приходится одна зарубежная. Россияне отправляются в путешествия по стране в среднем на четыре дня и потратят на проживание 3000 рублей в сутки. Про Иволгу снимут фильм. В этом году в рамках Года кино на молодежном форуме запланирован фестиваль короткометражных фильмов. Есть задумка, что и про жизнь на поляне будет снято документальное кино самими участниками форума. С 15 по 25 июня в Самаре по традиции на Мострюковских озерах пройдет молодежный форум ПФО Иволга. Программа включает в себя тренинговые занятия, конвейер молодежных проектов, культурные и спортивные мероприятия. Работа форума будет разделена по 10 сменам. По всем направлениям ожидаются встречи с интересными людьми – учеными, олимпийскими чемпионами, политиками, представителями СМИ. Дополнительно в этом году будет работать смена Иволга Глобал, где ожидается участие студентов, владеющих иностранными языками, преимущественно английским и китайским. На форуме ждут делегацию из 160 человек из Китая, а также приедут и французские студенты самолетом в Москву, а оттуда автопробегом до Самары. Интересным нововведением будет в этом году, что первые три дня все китайские студенты распределятся по вузам Самарской области. В течение трех дней будут знакомиться с кампусами, со студентами, с профессорскими преподавательскими составами, будут активно участвовать в работах международных летних школ. В этом году грантовый фонд превысит 14 миллионов рублей. То есть вот из различных источников, которые я сказал бюджетные и внебюджетные, но помимо того, как будет приближаться форум, в настоящее время ведутся переговоры и по линии аппаратовым полупреда с различными фондами, вполне возможно, что еще ряд благотворительных фондов установят свои призы. В день праздника российско-болгарской дружбы у Ладьи выступит Самарский сводный духовой оркестр. В программе концерта марши русских и болгарских композиторов. Сегодня прошла генеральная репетиция концерта. Подробности знает Олег Зверев. Произведения российских и болгарских композиторов сводный духовой оркестр готовят для масштабного праздника. 20 мая состоится большое торжество в честь Дня Самарского знамени. А сегодня прошла генеральная репетиция. В составе оркестра знаменитые музыканты. Солист президентского главного оркестра армии Болгарии Владимир Веселинов-Иванов в мастерстве самарских музыкантов уверен. Я выступал уже один раз с оркестром. Мне очень понравился. Замечательные музыканты, коллеги. Хороший оркестр. У меня только хорошее впечатление. Программа концерта выстроена так, что порядок исполнений марша и повторяет хронологию русско-турецкой войны. Произведения и 19 века, и современные сочинения. Центральное место занимает легендарный героический эпизод вручения ополченцам Самарского знамени. С дирижерским пультом старший концертмейстер Центрального военного оркестра Минобороны Константин Чуйков. По его словам, болгарская музыка требует от исполнителей особого профессионализма. Самая главная особенность болгарской и ежебалканской музыки – это быстрый темп и нестандартный ритм. Как то 7 восьмых, 9 восьмых, 12 и смещение акцентов с сильной долей на слабую. Впрочем, с этой задачей музыканты справились. Концерт станет одним из самых ярких эпизодов праздника. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. В Самаре к празднованию юбилея русско-болгарской дружбы присоединился и бизнес. Рестораны по просьбе городских властей готовы побаловать посетителей настоящим шопским салатом и гювичем. Болгария со вкусом. Дегустировать новые блюда отправилась Марианна Мирная. Добр Дэн слышит теперь посетители ресторанов на улице Старозагора. По просьбе городской администрации предприятия общественного питания присоединились к празднованию 50-летнего юбилея улицы и выпустили болгарское меню. С первых дней оно пользуется спросом. Я вот случайно зашла в этот ресторан, он на вывеске написано, что это ресторан грузинской кухни. Я была очень удивлена, что сегодня здесь предлагают болгарское меню. Несмотря на то, что я живу в Самаре, к сожалению, я вот не знала, что оказывается улица Старозагора юбилей. Тимофей Шиланов, касаясь о Жень в плечах, совсем не похож на болгарина. Но свою поварскую карьеру начинал именно под руководством шефа из Болгарии. Таратор, шопский салат, гювич. Кухня понятная и вкусная. Главное – от души приправить специями. Я в свое время, когда начинал поваром работать, с болгарином работал. Меня обучал повара. Зовут Пламин, болгарин. И он меня обучил всему этому болгарскому меню. Улица Старозагора превращается в настоящий островок братской Болгарии. И жители Самары, и представители иностранных делегаций смогут оценить совместные старания бизнеса и городских властей. На сегодняшний день уже разработаны пирожные, торты, печенье с тематикой болгарской дружбы. Еще на Старозагоре расположены и другие магазины промышленных товаров, где также будут представлены сувенирная продукция. Майки, кепки, магниты, брелоки, флажки и сувениров разработали великое множество. Так что каждый желающий сможет заполучить кусочек русско-болгарской дружбы. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Наталья Перминова сегодня первый номер в российском бадминтоне и 50-й в мировом рейтинге. С прошлой весны Самарчанка упорно завоевывала путевку на Олимпийские игры в Бразилию, показывая достойный результат на международных соревнованиях. Очередной успех на чемпионате Европы поставил точку в этой трудной гонке. Очень довольна результатом, что я попала на Олимпийские игры, что я смогла отобраться, не подвести своего тренера. Я к каждому матчу готовилась особенно, потому что у нас каждый тур – это определенные очки, которые ты зарабатываешь для квалификации. И я ко всем матчам очень серьезно подходила. Свою соперницу опередила, потому что я конкурировала с девочкой из Санкт-Петербурга. И она была первым номером весь сезон. Я ее весь сезон догоняла. И вот только в конце, в последние две недели, я ее обогнала и попала. И разница у нас была только 370 очков. То есть незначительная разница. Самарская бадминтонистка – профессионал своего дела соревновательный год. Наталья Перминова расписала буквально по минутам. И в этом графике не было месту пустому времяпрепровождению. Социальным сетям, дискотекам и походам с подружками по магазинам. Кандидат на олимпийское золото тренируется дважды в день – утром и вечером. В перерыве – тренажерный зал или беговая дорожка. Спарринг-партнер, мастер-международник Татьяна Бибик в олимпийском успехе Перминовой не сомневается. Она добилась своего. Она попала на Олимпиаду, она номер первый считается. Я считаю, что она достойна. Если жеребьевку повезет, она покажет достойную игру, она даст борьбу. Я думаю, что все шансы есть показать Россию на высоком уровне. Рио-де-Жанейро – олимпийский дебют для Натальи Перминовой. Однако уже с первой попытки Самарченко готова привезти из Бразилии золотую медаль. Я очень хочу показать весь свой максимум, который я могу быть, потому что я играю не только, не просто олимпийские игры, я представляю Россию, я представляю Самару. Перед олимпийским Рио Самарченко сыграет еще в двух соревнованиях – в Испании и во Вьетнаме. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Я на этом с вами прощаюсь. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!